И вот мы добрались до правого нижнего угла. Я вас приветствую, друзья. С вами Верус, и сегодня мы начнём войну против этих лизардменов. Да, мы готовимся объявить войну, мы это делаем. В целом мы можем подключить всех наших союзников военных. Лизардменов мы не затрагиваем, потому что они оборонительные. Можем подозвать, все отозвутся, и начать воевать. Не верят в нашу победу. Вообще не верят. Смотрите так как, а? А что здесь? А город-то уникальный, надо штурмовать. Так, меня немножко отвлекли. Город-то уникальный, и город стоит посмотреть. Однозначно надо нападать. У него, смотрите, у него выводки уникальные здесь имеются. У него куча завриков, динозаврики есть даже. Естественно, стены будут забиты монстрами. У-у-у-у. И город так-то не располагает к лёгкому штурму. Город вообще не располагает к лёгкому штурму. Давайте попробуем. Нужно пробовать, нужно экспериментировать. Сейчас лучники, лучники, лучники. Вижу здесь сразу, что три вышки. То есть с этого ракурса очень сложно. Здесь две вышки. В лоб, блин, ну, в жёстком. Прямо пока что скажу так. Я согласен с тем, что предлагает нам баланс. Задаю, что у нас шансов очень мало. В целом с этим соглашусь. Ну что, город уникальный. Чем ты тут нас порадуешь? Ну вот, как-то так. В целом, похож типаж городом на то, что было в ваниле. Ну, в плане стен, да? Вон тут водопады. Но такого я не припомню. У лизардменов. Ваниль именно. Похожее что-то, как я говорил, есть. Но именно такого нет. Тут вон, чтобы речечки развалины такие. Водопады. Всё красиво. Всё со вкусом. С водопадами, да? Особенно интересно. Там даже он как гробница. Сразу Лара Крофт. Ну или Лютер Харкан. Он же любит с воротами драться. После пьянки. Головы. Ну и здесь должен один толстячок жабе сидеть. А ну-ка, внутри. Не, ну тут. Просто какая-то зелень. Щиты. Украшеница. Может так детально ванильный не рассматривал. Постройки лизардменов. Но вот эти, допустим, украшения я не помню. Если вот это да, вот это ещё имело место быть, то-то не помню. В общем, вот такой вот город. Который нам предстоит сейчас брать. Площадь располагается, получается, ну-ка, интерфейс за мостом. То есть здесь оборонять город прям вообще легко. Стены отдаёшь. И сражаешься прям на изи-изи. Я бы даже предпочёл, чтобы искусственный интеллект так и сделал. За стены мне будет сейчас сражаться сложнее. У него очень хорошие войска. И башенки ещё плотненько. Смотрите так. То есть нет какой-то бреши. И они прям стоят одна к одной. Одна к одной. Ворота штурмовать... Есть ли смысл? В любом случае, есть, конечно, смысл штурмовать ворота. Давайте сфинкса тогда сюда отправим. Пусть хоть часть армии останется там на стенах. А основную часть придётся направлять сюда. Причём есть небольшой участочек слепой зоны именно с этого фланга. Небольшой такой кусочечек. Кстати, вот тут просто тоже речушка. Симпатично смотрится. Ну, с водопадами всё. Как-то душевнее смотрится и с водой. Сразу как-то умиротворение чувствуется. Правда, вода падает как будто бы не воду. Так, ну ладно. Продолжим. Вот здесь имеется небольшая слепая зона, в которой мы можем расположиться при желании. Змеюк давайте поставим вот здесь. Пусть они пытаются... А, мы их прям сразу к воротам можем подставить. А, отлично. В данном случае на этой карте нет ограничения, да, как обычно вот сюда ставятся. То есть, если бы у нас было передовое развертывание, сейчас было бы намного проще всё это сделать. Но у нас такого нет. Мы не Влад фон Карштайн. К сожалению. Ну, либо к счастью. Халида бы сказала, что скорее к счастью. Блин, а учитывая, что я здесь не могу встать, значит я и в слепую зону не смогу забраться. На это рассчитывать тоже сильно тогда не стоит. Вышкин у нас будет жахать. Ох, как жахать. Давайте лучников сюда ещё подведём. Лучников вот сюда и попытаемся обстреливать тех, кто начнёт принимать нашу пехоту. Ушебки просто в упор подбегут. Кавалерию давайте тоже подведём на эти ворота. Есть ещё арта. Его вышки... Его вышки. Ладно, пофигу арта. Немножко, наверное, тобой придётся пожертвовать. Либо как-то... Блин, а тут слепой зоны не будет. Он покрывает этой вышкой вот так вот площадь. В любом случае, вот этот участок бы расстрелять с такого ракурса... Бесценно, можно сказать. Ещё вот так вот арту поставить прямо напротив, чтобы любой снаряд заходил. Как можно точнее. Ну и вы, ребятки, давайте. Не подведите. Порадуйте меня. Порадуйте. Нажимаем сразу на паузу, потому что стена ломаная. Я не смогу отдать всем приказ сразу. Да, вот здесь даже вот этот участок стены я не могу штурмовать. К сожалению. Даже в этот участок стены я не могу штурмовать. Вышка пока что не активна. Ну ладно, бегом сюда. Арта. Работай под этой храмовой страже. С дротиками, ребята. Это так себе. Лучники. Бегом сюда. Великан, ты тоже сюда. Ломайте ворота. Ушепти, подбегайте. Начинайте ломать ворота. Все при делах. Нет еще героев. Герои тоже сюда. Все, все при делах. Уху. Отлично. Только вышка помешала нам чуть-чуть насладиться. Давайте чуть-чуть ближе тогда. А сейчас будет мимо. Вот сейчас должно быть хорошо. И опять нам вышка помешала. Идет обстрел. Идет по нам обстрел. Эту вышку они, кстати, не активировали. Давайте чуть-чуть лучников сюда подведем. Стражу расстреливаем. Расстреливаем стражу. Вы начинаете лезть. Там стрелки. Вы тоже залазьте. На стрелков залазьте. На храмовую стражу не лезьте. На храмовую стражу пока что не лезьте. Так, 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 так. Змеюки, змеюки. Ну... Ладно, герои. Ой, а здесь воины-завры полезли, да? Вон оно, что происходит. Ну, давайте собер... Вы думаете о том же, о чем и я? Да, я думаю вот об этом. Синее море просто. Синее море... Изгонание ведет не в ту сторону, сволочь. Ну, хотя цепляет еще, хотя бы. Хотя бы цепляет она их. И неплохо заходит. И еще я бы сказал бы... Ну, не так плохо, как могла бы. Да, у нас был бы маятник, тут все круче зашло бы. Ну, мы нанесли так урон. Обалденный. 96 убитых. Что у нас здесь? Здесь... Здесь... Дротики... Дротики... Они здесь. Так, горд... Давайте, давайте, давайте. Стрелков мы уничтожаем. Арта продолжает... Элиту здесь бомбить. Круто. Партия даже толком тут... Не загружают враги. Только вот еще один момент. Ушепьте, дорогие мои. Не стреляйте, великан. Не стреляй сам. Лучником, ну, можно. Лучником можно. А здесь что, мы... Ворвались уже, да? Или они ворота... Вновь открыли для нас? Да, конечно же, они открыли для нас ворота. Кавалерия. Отходим. Не ввязывайтесь в битву. И ты тоже. Так, все. Арта. Отставить. Стража на стены. Стража, лезем на стены. И сейчас еще один вихрь. Блин, он откатывается пока. Я специально тут никого не отвожу. Они же заставляют их... Тут такой котлеткой аппетитной стоять. Храмовая стража. Храмовая стража. А ну-ка, давай, Арта, мы зайдем вот отсюда. Ползи потихонечку. Ползи, ползи. Серьезно, они пробегают просто мимо? Зацепите храмовую стражу. Раз они пробегают, вы их должны очень сильно покоцать. Мы их должны просто уничтожить за это время. Мерзавцы. Ворота пооткрывали просто и все. Никакой романтики. Вперед. Храмовую стражу. Этого мы уже уничтожили. Змеюки, ну, сливаются. Да, змеюки сливаются. Ну, мне нужен вихрь. Давай, 20 секунд. Ну, он сюда. Ну, сейчас он зайдет же. Ну, давай, давай. Я змеюками жертвую ради этого. Давай, родной. Давай. Не подведи меня. Шариком своим. Кидайся, жаба, куда-нибудь в другое место. Давай, 8, 8, 8 секунд. 8 секунд. Сейчас лучником, наверное, отставить, скажем. Лучником говорим отставить. На паузе. Уихай. Уихай. Отключаем. И наслаждаемся. Так, чьфу, я же отключил уже интерфейс. Можем даже сделать вот так вот. Вот так вот. Красиво. Опять чуть не в ту сторону. Лучше бы он в другую развернулся. И к стене пошел. Ну, ничего. В любом случае, смотрите. Просто два раза заклинания кинули, и здесь уже топчик по убийствам. Змеюки, отходите. Отходите все. Спасайтесь. В принципе, на вас мне, по большому счету, пофигу. Ну, спасайтесь. Арта, арта. Так, здесь сейчас мы вышку захватим. Все будет нормально. Все будет топово. Даже змеюки вон не распались. Иди вот сюда. Читайте чуть... Почуть вылазят, наглеют. Что у нас там? Ну, неплохо. В целом, так смотрится пока что неплохо. Снизу нас пытаются расстреливать, но... Сейчас лезть вниз, ну, ни в коем случае, мне кажется, нельзя. В бешенство впадают. Но я предлагаю вот так вот даже. Просто бомбить эту точку. Бомбить точку возле ворот. Артой, которая начнет... Вот так вот. Убивать огромное количество. Я даже ради этого сейчас не буду никого спускать. Чтобы не... Не спровоцировать их подниматься на стены. Главное, чтобы наша арта сейчас... По своим тут не попадала. А она будет. Так, тогда на стены. Тогда все сейчас не бежим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Братан, 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 братан. Я не думал, что с тобой так поступят. Отступаем, отступаем, отступаем. Полководец тоже. Вы еще не собрались. Ой, отлично, они тут залезли даже. Ну, тут каждый снаряд сеет смерть. Он даже вылазит, смотрите. Сейчас здоровячки. Мы отходим назад. Тебе приказываем расстреливать древнего стагадона. Вот и все. Это твой профиль. Это то, за что ты получаешь деньги. Вперед. Так, ребятушки, вы прижмитесь как можно сильнее к стене. Прям мордой прижмитесь. Хотя те все равно через стены расстреливают вас. Ну, прижмитесь тогда вот сюда. Так, заходим по своим. Обидно, но... Врагам больнее, я знаю. Ну-ка, а ну-ка вот так вот. По стагадону давайте, давайте, давайте. Вы должны отработать. Во, отлично. Их, ребятки, вы тоже начинаете снова бояться, да и распадаться. Соберетесь с духом, нет? Не, уже, наверное, распадутся. Уже, скорее всего, распадутся. У нас тем временем только одна лечилка сработала. У нас тем временем сработала только одна лечилка. Отменяем арте огонь. Мы практически стегадона убиваем. То есть, наши хорошо с этим справляются. Змеюки распались, ну, пофигу. Ну, давай, костяной великан. Мне напоминает эта битва, если честно, немного сражение, ну, в том же Риме в первом, да, когда вылазку делал враг, выходил из города. И я помню, моя вообще одна из первых героических побед была, когда я осаждал форт, ну, так как можно было строить, да, форт отдельно в Риме в первом, галлов. У меня армия была слабее, ну, поэтому они ждали штурм в любом случае. И когда уже подходило время к сдаче, что они сделали? Так, змеюк надо уводить уже. Когда начало время уже подходить к сдаче, они взяли... ...вылазку сделали. Но я успел подбежать к вратам и перекрыть им выход. Так, а ну-ка, царь, ты нужен здесь. Потому что она очень-очень... ...как-то нехорошо выглядит сейчас. Ситуация. Храмовая стража против монстров зайдет, будь здоров. Блин, но у шепти тоже их страдают. Король ты, блин. Король говорит. Иди сюда. Нужно помочь тут. Там героев надо убить. Тут храмовая стража все-таки еще. Пошла уже вторая лечилка. Вот сейчас снова даем приказ арте. У них собралась тут толпа. Главное, по своим сейчас не попадите. Вот таким вот образом, блин. Ладно, пока отставить. Сюда наши идут. Разорвите их уже, блин. Они наглеют. А нам еще площадь брать. Давай чуть дальше отойдешь. Позволяет дальность твоей стрельбы отойти чуть дальше. А здесь попытаться завести их. Так, здоровяка завалили. Отлично. Ты со своей задачей справился. Со своей задачей минимум. Так, лучников. Вот что я предлагаю. Блин, сюда нужно завести. Ну, сейчас они уйдут со стен. А ну-ка поймайте их тут. Поймаете? Опять попадаете первым же выстрелом. Просто море этих... Френдли фаер зашкаливает. Лучнички. Родные. На стены. Там кавалерия. Они пытаются охранять ворота. Да, вышку одну взяли. Но уже лучники и отменять приказ вам не буду. Ушепти. Подсобите. Ну, мы уже у них перебили львиную долю бойцов. Так что... Все должно быть более чем... Блин, а он перебрасывает сюда войска. Как будто чувствует, что... Сейчас я хочу завести войска на стены и... Шатать их там. Со всех сторон. Арта, переключаемся на этих забров. Лестницы заводим сюда. Сейчас сложность в том, что если... Мы заведем на стены лучников, то уже не вернемся. Так, здесь заходим сейчас с тыла. Так, лучники отставить. Он ведет сюда пехоту. И если мы еще дротиков могли бы перехватить в поле кавалерии чуть раньше... Я просто знаю, что он вот эту храмовую стражу отведет, если мы так попытаемся сделать. Ну, давайте заводим. Заводим войска сюда. Лучников ведем к этим вратам. Потери будут аховые, да. Но все будет хорошо. Ты что делаешь? Не смеет. Не смейте тут гадость сделать. Но нас тут парочка есть с алибардами, так что... Мы против крупников хорошо зайдем. Сюда. Блин, мне бы сейчас... Ушепти призвать. Давайте, давайте, давайте. Наша кавалерия пока что сливается. Хоть они и здоровяков должны им наказывать. Но там у них кавалерия тоже. Нехухры-мухры. Есть у шепти. Ну. Ну. А что ты-то, блин, в сражении забыл? Я же тебя подводил просто поближе, чтобы ты... Не сливался, а вот здесь помог. Давайте, 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 давайте. Лучники. Один отряд алибард. Мы теряем, но в целом мы выигрываем. Блин, хотя храмовая стража это... Етить-коватить, она... Она нас накажет здесь. Перебрасываем силы. Завры-войны, ну вы видите, что они делают, да? Они легко проходят. Так, а мы в город как можем зайти? Мы можем в город зайти вот так вот, захватить площадь. И спокойно наслаждаться, да, этим. Всем. Жабу вон убить. Еще как вариант. Давай-ка, Валерия. Жабу-то мы убьем. Вот здесь короля еще нашего царя не сцелить бы. Ну что он... Да подожди, блин, не того. Ты этот... Того-не того. Царь, чуть отойди. Все, заходим здесь с тыла. Хотя здесь уже поздно заходить с тыла, если честно. Это надо было делать раньше. Теми же лучниками. Это надо было делать раньше. Уже очень поздно. Так, царь, давай потихонечку сваливать. Не, храмовую стражу не будем сейчас кавалерии пытаться нагнуть. Отправляем нашего убийцу, здоровяков, жабу наказывать. Ушепти, заходим. Надо брать площадь. Кавалерия здесь прикрывает. Кавалерия пытается просто прикрыть. Даже если фланги оголять. Ничего страшного. Нам главное сейчас, чтобы у лучников был доступ к обстрелу. Так, лучнички, отходим. Хреново я их схватил. Очень хреново. Скажу прямо, как есть. Эти рогатые хорошие бойцы. Убить жабу. Шепти сюда. Он уже и пехоту переводит на этот фланг. Отводим. Сфинкс, давай, убей его. Лучники. Расстреливаем. Расстреливаем. Да, я жертвую одним отрядом кавалерии, но... Это во благо. Убейте жабу. Убейте жабу. Жабу убей. Блин, ладно, отступай. Главное, не развались, сволочь. Убейте жабу. Лучники, идем на площадь. Бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Так, великан, подходи. Вражеский лорд ранен. Отлично. Они тут чуть-почуть... Еще подтупливают. Этот разваливается, но вроде бы... Не сдается. Уходим. Завров, расстрелять. Блин, лучники... Начинают что-то потраивать здесь. Идти вперед. Зачем-то. Отступаем, отступаем, отступаем. Вот что... Творят... Стрелы, когда стреляют в тыл. Опа-па-па-па. Царь, 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 царь. Я про тебя забыл тут чуть-чуть. Отступай сюда. Да. Отступай, отлично. Сейчас у меня выбор. Либо... Встретить этих ребят здесь. Либо идти пытаться площадь забрать. Давайте их встретим здесь сейчас. Тем более... Вот это... Должно убиваться легко сейчас. Хотя... Завел их... Не так сильно. Рано начал нападать. Так, ладно. Лучники идут сюда. Все-таки идем захватывать сейчас площадь. Вытягивай на себя этот... Выводок. Да ну что ты тормозишь, блин? Ты либо атаку их. Вперед. Либо вообще... Игнорируй. Вперед, 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 вперед. А че я не могу здесь пройти? Че за бред? Я не могу там поставить нормально войска. Вот здесь вот так вот растянуть не могу. Сразу нужно вести их к площади. Недоработка есть. Небольшая. Великан, заходи. Этот... Так-то просто сдерживает сейчас. По сути, два отряда даже сдерживает. Давайте, ну вы их должны порвать, но это ж когорт от цинков. Бесполезные ребята. В ближнем бою. А вы все-таки ушепте. Так, отступаем. Сюда не могу завести никого, охренеть. Давай, лучник, один сюда. Один сюда. Сейчас мы встречаем... Этих... Здоровячков тут. Лучники пока держатся. Ушепте уже развалились. Все-все-все, готовимся. Разворачиваемся, стреляем. Стоим, ждем. Стоим, ждем. Ждем, 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 ждем. Арту тоже сюда подводим. Сейчас будем вот этот отряд сливать. Они будут чисто... Пытаться задерж... Да что вы делаете? Етить, колотить, лучники. Гребаные вы лучники, а? Не до битки. Зачем-то начали выходить. Да зачем вы идете сюда? Ну что за бред? Просто ладно, когда они тароят, и это не столь важно. А сейчас-то от этого зависит победа в сражении. Давайте мы ушепте как-то попытаемся. Вам пофигу, да? Давайте я вам вот так сделаю. Вы будете стрелять? Один хрен нет. А они бегут, смотрите. Они прям пытаются спасти ситуацию. И лучники прям очень сейчас нужны были бы. Для расстрела. Потому что к нам заходят с тыла. К нам заходят эти сцинки. Все отлично. Добивайте. Так, ну они тут на великана, да, сагрились? Вы подводите, подводите. Так, идите, бесполезные лучники. Захватывайте площадь. Так, лучники, отойдите. Помогите здесь. Помогайте. Наши могут развалиться, если сейчас царь умрет. Все, круг все горы тоже сливаются. Ну и теперь арта просто как сдерживающий фактор. Почему я думал, что может и не стоит даже брать этот город в первую очередь? Потому что сейчас здесь мы потеряем огромное количество. А и так получается, что мы теряем огромное количество. А он во второстепенном сможет кого-нибудь да нанять еще. Бегом на площадь тоже. Все, по идее, здесь уже проблем не должно быть. Все, все на площадь. Часть бойцов, конечно, идут в нашу сторону, но... Хотя вот здесь... Давай ты... Луками поработаешь. Оно они, крокодильчики сразу слегли. Все. Отлично. Постреляй еще по этим. Им должно хватить пару выстрелов. Да, даже не без выстрелов они толком. Уже побежали. Все, пошли. На площадь, на площадь, на площадь, на площадь. Площадь наша. Некросфинкс живой. Они переключаются, конечно же, начинают. А ну-ка мы сейчас зайдем. Чуть отвлечем их. Так, а... А знаешь что? У тебя стрел практически нет. Заходи. Остаешься тут. Давай-давай-давай-давай. А этот отряд мы заведем вот сюда. Сейчас, чтобы если вдруг все-таки его отряды двигаются в эту сторону и произойти может хрень пойми что. Все, стоим. Стоим, ждем. Захватываем этот легендарный город. Вот так. Ну, вот эта улочка меня немножко, конечно, пораздражала в плане, что лучники эти нихрена не обстреливали. Мы могли бы быстрее разобраться и даже змеюки бы не полегли эти хорошие с алибардами. Может, они тут и не сильно уже были бы нам нужны, но все. Все же. Так, здесь заход тоже не особо идеальный в плане того, что с левого фланга мы будем обстреливать. Хотя в Ахе это уже не так важно. Да, здесь с левого и с правого фланга, насколько я помню, когда я тестил, надо будет, может, даже перепроверить. Может, уже изменили. Ну, как в той же Атиле, да, или в Риме. С левого фланга, когда ты обстреливаешь, урон стрелы наносят, естественно, намного меньше, потому что тут щиты, чем справа. А в Ахе значение это не имело, насколько я помню. Так, 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 заводим тут с тыла. Тут мы прям ловушечку сейчас чуть под захлопнем, насколько это будет возможно. Ну, мы продержимся. Минуту тут, пол, две минуты, полторы мы продержимся. Царь, правда, если не умрет. Начинаем работать. Хотя у него элита там осталась живых же. Но лучников оставляем на элиту пока что. Начинаем. Начинаем расстрел. Все отлично. Эти побежали. И здесь мы начинаем расстрел. И тут еще у нас с тыла заходят. Они обречены. Он один отряд даже не увел. Так и оставил охранять ворота. Что, отступаете, что ли? Да, они отступают. Даже мы площадь не успели захватить. Мы выиграли без захвата площади. Мы шли под захват, но здесь еще, похоже, сделала свое дело вот эта группа тыловиков. Как ни крути, но это особенно было заметно в арене Total War, да, когда у тебя бомжи твои, которые могли вести в бой орудия, заходили в тыл, если. Они мораль просраживали очень сильно. Вроде бы, казалось бы, да, заходят в тыл бомжи, но это решало. Это прям могло определить исход сражения. И чаще так все и бывало. То есть, опытный игрок в арене, видя, что свои сражаются рядышком, и нет в данном случае какой-то цели для обстрела, которая была бы сочнее. Иногда даже вот это в первую очередь определяет полководца принять решение обстреливать или зайти с тыла. Бросали свои орудия, заходили с тыла, заставляли врага бежать, которая группа рядышком. И тем самым обеспечивали победу. Мы взяли этот город. Охренеть, битва получилась, да, длиной всю серию. Просто такая напряженная безумная битва. Сразу же тут строят стены то, что не сделал наш друг, сейчас должны сделать мы. Радует, что здесь хотя бы у Шепти есть. Площадь кладбища, давай. Единственный еще момент, кстати, да, вот сейчас я могу использовать элиту. Могу нанять элиту и на следующий ход уже брать золотую башню. Я думал отменить общий резерв найма, чтобы обеспечить нашим ребятам хоть какое-то преимущество. У Шепти тогда не будем трогать. Сейчас мы нанимаем стражу гробниц. Вот так вот, четыре отряда. В этой бандюхе придется отменять весь резерв. Вот так вот. Даже здоровяка отменяем. Придется тебе без него, наверное, походить. там посмотрим, хотя время будет. Нанимаем еще троих. Давай, алибарды. У нас лучников не так много осталось. Это пригодится. Семь отрядов, если что элита. И даже если он наймет сейчас стэк, мы будем себя чувствовать хорошо. Плюс, 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 вместо погибшего появляется жрец. давайте не кротектор. Хотя первого уровня блин, жаль. Хитрость. Нет такого прям какого-нибудь кайфового. Ладно, эффектом плюс один он свой подарил и уже хорошо. Эффект плюс один он подарил. надо сказать, что здесь давайте все-таки еще и жреца возьмем. В этом сражении огромное значение сыграли именно те два вихря. То есть мы не зря взяли меч. Хотя как знанием это кто? Смерть, искусный маг. Ну, какие-то преимущества тут не особо кайфовые могильные скорпионы. Тяга к знаниям. Ну, вот у тебя более-менее прикольная конечно тяга к знаниям. Ну, давай. Ладно. Пофигу, что ты жрец смерти. Похищение души. Или давай вот так вот лучше. Ускорение перезарядки, чтобы пассивка была. На следующий ход будем добивать лизардменов. Халида, бегом сюда. С гномами у нас есть договор о проходе, поэтому нормально. Все. Тут не переживаем. Черный утес продолжаем укреплять. Золото есть уже. Золото наших мертвых полей. Скорость исполнения боеприпаса. Не, ну тут смысла я не вижу, допустим, пока что возводить. Минкай бегом. Армия готовится. Как раз Минкай подойдет, здесь уже вторая армия бы готова. Может быть и сможем провести контрнаступление там по ситуации наверное будем смотреть. тут мы быстро три города заберем, потом еще один стек этот пойдет заберет оставшийся город и уже пойдем в пруде отчаяния и здесь либо они будут одной группой бить, либо начнут разделяться. Культ усопших. У меня соточка уже есть. Клинок Сетепа враг. Клинок клинок регенерация кстати хорошая тема под успехом сопротивление урону. Передовое развертывание это только герои да свойства скрытность скользкая шкура талисманы талисманы все ладно конец хода вихрь очень хорошо зашел битва получилась знатная битва длиной в серию практически прям такая напряженная какой-то момент казалось что все уже будет сейчас просто потом на стенах все-таки наша стража ну уступает да лизардменам это про что я говорил да когда мне спрашивали там по поводу новичкам лизардмены для новичков очень хорошо подходят во второй вахе потому что у них первый тир этих лизардов это считает топовая пехота лучше там будет только потом с щитами характеристики такие же у них щиты добавляются ну а храмовая стража когда появится это уже просто элитные копейщики то есть обычными заврами можно всю игру проходить и они тащат они действительно тащат на стенах они тащат в бою они тащат они могут сдержать любого врага даже если вдруг он окажется сильнее а вы их нанимаете с первых минут ну да там есть еще одна казарма с цинков это вообще типа такая посредственная пехота но постройка уровня одинаковая то есть вы на первом уровне постройки на первом уровне города сможете построить как строение для выводка завров так и для сцинков ну сцинки я их не особо использую за лизардменов не особо как бы они для меня полезны в гарнизонах чаще всего там либо когда подкрепление от гарнизонов подходит все договор о ненападении нет что-то я чую что он не объявит раньше войну чтобы я не подключил союзников есть такая чуйка так стоимость отлично канопы пофигу восстание неизбежно тилия еще одно восстание но он нанимает здесь да он нанимает здесь как я и говорил он будет в сортозе нанимать так а я тебя на прошлом ходу должен был двигать или нет сортозе объявлять войну ладно давайте объявление вот этой войны сортозе оставим на следующую серию сейчас мы добьем лизардменов у нас есть еще тут дела акс сортозе уже как раз таки наша красавица подойдет еще мир меденсия может подавить восстание по пути так ну тобой мы походим обязательно пока что ждете вот панет этот нанимает тепти еще бойцов ага мы не дотягиваемся смотрите значит мы сейчас можем и без элиты собрать стек выводка в благословенных он просто так не сможет накрафтить кучу так что по этому поводу не переживаем на этот счет я прям вообще спокоен давай четверочку еще лучников хотя можно даже тогда вот так вот чтобы было два отряда лучников вот зачем из общего я лучников и тут могу нанять если отменил уже все и полный стэк да не такой уже элитный у нас ушепти тут один кавалерии нет но мелочи это уже все тогда мы делаем что сюда костяной великан заходит из общего резерва костяной великан кавалерия в любом случае зайдет давайте из общего резерва тогда еще быстреньких кого-нибудь наймем кто появится моментально потихоньку так чтобы у нас свободный слот был каждый ход для общего мы однозначно быстрее наберем армию только вот с лизардменами в этой серии получается не успеваем закончить к сожалению к сожалению мы не успеваем закончить с лизардменами потому что мне нужно объявить еще сортозе войну как мы уже решили сделаем это в следующей серии но повоевали с лизардменами прям знатно прям тут битва была не на жизнь а на смерть прям переживать заставили нас немножко самый малый на сегодня все друзья мои надеюсь вам понравилась эта битва надеюсь вам понравился этот уникальный город может быть этот золотой город тоже будет уникальный второстепенные города здесь тоже этим нет нет дохвастаются увидим в следующей серии пока что до следующего видео всем добра